Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы поговорим об одном из самых известных в городе здании, судьба которого волнует всех одесситов, о доме Руссова. Буквально на прошлой неделе городские власти заявили, что памятник архитектуры будет восстановлен. И уже даже проведена экспертиза научно-проектной документации. У меня в гостях научный руководитель научно-производственного центра «Экострой», доктор технических наук, профессор Владимир Суханов. Добрый день, Владимир Геннадьевич! Добрый день! Мы работаем в прямом эфире, так что если у вас есть вопросы, вы можете их задать, присоединиться к нашему разговору. Телефон нашей редакции 737-7310. И напоминаю, что у нас проводится интерактивный опрос, тема которого – приватизация госпредприятий, удар по коррупции. Так что принимайте активное участие и высказывайте свое мнение. Итак, Владимир Геннадьевич, насколько я знаю, именно вы занимались проектной документацией. Как проходил этот процесс? Если я вам буду рассказывать в детали, как он проходил, нам понадобится не один час и не два. На самом-то деле методика достаточно простая, если говорить. В общем, проектная документация, или как вы ее очень верно назвали, научно-проектная документация, разрабатывалась в соответствии со специальными нормами, предусмотренными для памятников архитектуры. Наша проектная документация на этом этапе ее разработки представляла из себя два взаимоувязанных раздела. Это не комплексный проект реставрации. Это проект, состоящий из двух частей. Напротивоаварийные работы, восстановление несущей системы здания, это самое главное. И второе, реставрация фасадов, которая под собой подразумевала восстановление и утраченных в результате разных воздействий, антропогенных назовем их так, утраченных шатра, башни, эркеров, покрытий. Но это все в процессе пожаров, которые были. Ну это пожары, да, и работ, связанных с тушением пожара, кстати говоря, они тоже разрушающее воздействие оказывают. Вот проектом предусматриваны две такие вещи, вернее, два таких блока работ. Общее название нашей документации предусматривает приспособление здания под общественную функцию. Мы все знаем, что там был жилой дом. Но на этом этапе никакая функция не предусматривается. То есть когда-то, ну на определенном этапе, после восстановления несущей системы перекрытий, стен несущих, фундаментов усиления, покрытия, после восстановления фасадов, реставрации, уже будет принято окончательное решение, что же там будет. Мы давали в свое время, до начала разработки документации, свои предложения, что бы мы видели там. Ну, мне кажется, абсолютно очевидным и правильным было бы принятие решения о том, на определенном этапе, конечно, принятие решения о том, что необходимо восстановить аптеку Гаевского, но дополнительно мы предложили создать там еще вместе с аптекой музея аптечного искусства, восстановить ресторан, который там был. Вот основные вещи. Там еще были всякие лавки, магазинчики. Это уже второй вопрос. Но вот эти два блока таких основных на первом этаже. На втором, на третьем этаже мы забежим далеко вперед, если я сейчас буду это рассказывать. На самом деле в документации нет этого. Это было в предложениях до разработки проектной документации. А главное – восстановление несущей системы. И реставрация фасадов. То есть по завершению работ мы будем видеть внешне абсолютно восстановленное здание с отреставрированными фасадами в том аутентичном виде, в котором оно существовало до всех неприятностей, которые мы наблюдали много лет. Сегодня здание достаточно в плачевном состоянии. И очень много было мнений, что восстановить его уже не удастся. С чего вы планируете начать? И на что сегодня первым делом будет обращено ваше внимание? Вот здесь есть некая проблема. Проблема, связанная не с тем, что здание нельзя восстановить, а проблема с формальным подходом, я это говорил не один раз, с формальным подходом к нормативным документам, которые оценивают техническое состояние здания. Один простой пример. Вот в здании в этом отсутствуют инженерные сети, отсутствуют ток на перекрытие частично, отсутствующие элементы, они о какой имеют физический износ? В соответствии с нормой обычно принято принимать стопроцентный износ, но отсутствует элемент. Почему говорить надо о его износе? Если элемент отсутствует, надо вообще исключить его из рассмотрения. А физический износ – это очень важный параметр, хотя он и относится скорее к стоимостной оценке, но тем не менее он в конечном итоге выводит на техническое состояние. Если убрать все лишнее, оценить техническое состояние главных элементов этого здания, здания дома Русова, главных элементов, которые формируют несущие остров здания, это фундаменты и стены, то оказывается, как это выяснилось, техническое состояние их не такое уже плачевное. Оно не удовлетворительное, а в отдельных местах, или даже наоборот, оно удовлетворительное, а в отдельных местах не удовлетворительное. То есть оно даже не аварийное. Вот что важно. А это главные элементы. Если есть несущий остров, есть несущая система, извините, жаргоном скажу, если налепить на нее все остальное, то есть декор налепить, некрасиво звучит, одеть все-таки это здание в нарядный декор, который, в общем-то, частично и в значительной даже степени сохранился, а там, где он не сохранился, у нас есть очень точные обмерные чертежи, сделанные методами фотографии. И сделанные методом 3D-сканирования, мы обращались к немецкой компании Ремберс, которая нам помогла это сделать, вот, и мы можем буквально с точностью до одного миллиметра восстановить и скульптурные композиции, элементы декора, которые, вот, собственно, и формируют несущий архитектурно-художественный облик здания. То есть дом Руссова будет восстановлен в первоначальном виде, как он, собственно говоря, вот у нас на картинках. Абсолютно верно. Один к одному будет восстановлен. Со всем убранством, которое было внутри раньше, да? Внутри нет. Вот внутри ведь, как говорят, то есть не как говорят, а как на самом деле, предметы охраны, то есть то, что был бы смысл восстановить, они утрачены полностью. То есть там, по сути дела, остались какие-то фрагменты, каких-то росписей, какого-то декора, совсем незначительно, если в процентах оценят, то это даже до одного, наверное, процента не дотянет. Поэтому мы восстанавливаем несущую систему, перекрытие восстанавливаем, утрачены, усиливаем стены, я немножечко повторяюсь, фундаменты усиливаем. И все, на этом все заканчивается. Да, естественно, лестницы восстанавливаются, ограждения лестницы восстанавливаются внутренних. А вот уже в зависимости от последующих принятых решений, какая же все-таки общественная функция будет на втором, третьем, ну и на первом этаже тоже, вот уже тогда и будет приниматься решение по воссозданию первоначального облика, потому что сохранились материалы, которые показывают, какие были интерьеры. Но это все-таки вопрос второй. Сегодня предметы охраны утрачены, сохранять нечего внутри здания, снаружи нет, они есть, и мы, собственно, ими и занимались. Какие материалы, какие технологии планируется использовать для восстановления такого крупного объекта? Да, я отвечу вам. Дело в том, что до начала проектных работ это обязательно нужно делать. нами выполнялись в том числе, выполнялись вот такие работы, которые называются химико-технологическое обследование. Химико-технологическое обследование позволило выявить вот эти вот напластования, накопившиеся в течение времени, кстати говоря, в этом году и в прошлом году, в том году, когда мы закончили проектную документацию, исполнилось 120 лет с момента начала строительства этого дома. Это же такая интересная дата получилась. Может быть, скоро он восстанет, опять, скажем так, из мертвых практически, потому что дом сегодня действительно... Да, он выглядит ужасно, и для неспециалиста, конечно, это производит удручающее впечатление, но на самом деле, еще раз говорю, конструктивные элементы, вот те, которые сегодня есть, достаточно понятно восстанавливаются с современными, конечно же, материалами. Так вот, я не закончил химико-технологическое обследование. Нам показало, во-первых, какие были цвета, и нами принято одно из цветовых решений исторически существовавших. Материалы, конечно же, будут современные, в том числе те материалы, и, в первую очередь, которые рекомендованы по результатам химико-технологического обследования. Мы всегда руководствуемся этими исследованиями при принятии решений, при выборе тех материалов, которые рекомендованы. Это современные материалы, гидроизоляционные материалы, штукатурные, те материалы, которые используются сегодня при реставрации зданий, и разрешены нормами, действующими на памятниках архитектуры, для их использования на этих объектах. Главное, чтобы они были долговечными. Несомненно, конечно, долговечными они должны быть, но это зависит уже от технологий, как вы, верно, сказали, технологий производства, работ, о том, какие специалисты будут работать. Там должны работать профессионалы, высокого уровня реставраторы. Сегодня уже есть какие-то, скажем так, приблизительные люди, которые смогут заниматься реставрацией этого дома, которые смогут взять на себя эту ответственность? Смотрите, люди такие есть, а, конечно же, они есть. Они есть у нас в городе, не есть в стране, а, конечно же, есть. И вот наш опыт реставрации Катюминской лестницы, он показывает, нам помогала вся страна на самом деле. То есть тоже будете привлекать со всей Украиной специалистов? Вот теперь кто будет заниматься этим вопросом? Мы выступили в данном случае как проектная организация. Мы разработали документацию. Она прошла, как вы уже сказали, государственную экспертизу и сейчас должен быть объявлен в тендер, конкурс. И вот организация, которая выиграет этот конкурс и будет восстанавливать здание. Если это будет мы, если мы будем участвовать, то это мы. Если не мы, значит, та организация, которая достойна, ну, несомненно, будет выбрана профессиональной организацией. Ну, таковы обязательные требования. Ну, поскольку документацию готовили вы, то я уверен, что вы будете где-то подсказывать и помогать непосредственно. Это обязательно, конечно. Даже если не вы выиграете. Да, 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 конечно. У нас, мы даже обязаны это сделать. Будет выполняться авторский надзор с нашей стороны. Будет привлечена специализированная организация, которая будет заниматься научно-техническим сопровождением. Будет вестись обязательный документ, научно-реставрационный отчет, где будут записываться все те работы, которые выполнялись. Все те изменения, которые будут вноситься. Это обязательно будет, потому что, как вы верно отметили, на таких объектах, обязательно, когда начинаются работы, когда они проходят, что-то выявляется новое. Изменяются проектные решения. Даже иногда и принципиально изменяются. Но главное, в чем мы уверены, это в том, что несущий остров будет восстановлен без особых проблем. У нас довольно часто действительно бывает, что, когда принимаются за работу, вскрываются какие-то новые факты, новые вещи, которые заставляют менять ту же самую проектно-сметную документацию, менять смету расходов и так далее. Здесь ожидается что-то такое? Это я могу сказать со стопроцентной уверенностью, что ожидается. Вот только что. Я сейчас говорю не об увеличении стоимости, а о том, что что-то откроется обязательно. Что-то появятся какие-то дополнительные вопросы. Ну вот один из примеров. Мы перекрытия утраченные, вот те, которые отсутствуют полностью, будем восстанавливать. Но над первым этажом в левой части здания, как это ни странно, сохранились перекрытия аутентичные. Вот те перекрытия, которые не деревянными были, а выполнены были в каменной накладке, терпичной кладке по металлическим балкам. Мы их сохраняем усиливая. И вот когда эти работы будут выполняться, возможно, что-то здесь придется изменить. Какое-то решение по усилению придется откорректировать. Стены тоже нам понятно, как их усилить. Возможно, откроются какие-то новые элементы, которые потребуют дополнительного усиления. Принципиальных изменений мы не ждем, потому что вот здесь, можно сказать, к счастью, здание открыто было абсолютно. Ничего не нужно было вскрывать, как обычно это происходит. Вскрыть люди не хотят. А здесь все, к сожалению, или к счастью, даже на виду. Мы имели возможность спокойно испытывать камень, ну то есть отбирать образцы, испытывать в лаборатории аккредитованной. Но это очень важная такая вещь, позволила нам оценить несущую способность прочность, а потом несущую способность стен. То есть получить совершенно достоверные данные о том, к чему, какой оставшийся технический потенциал основных конструкций. Имея эту информацию, уже принято решение по укреплению, усилению было для специалистов достаточно простой задачей. Ваши прогнозы. Сколько понадобится времени на восстановление дома Русова? Вот прогнозы. Прогнозы, когда речь идет о реставрации, это очень неблагодарное дело. И вопрос ваш, я понимаю, как вопрос, он правильный. Но что бы я вам не ответил, будет неправильно. По одной простой причине, опять-таки, вот отвечая на предыдущий вопрос. Ну да, потому что вскроются какие-то новые факты. Я могу только так сказать. Вот в рамках прохождения экспертизы, в рамках проектной документации, естественно, разрабатывался специальный раздел проекта организации. Там нормативные сроки обозначены. И нормативные сроки, которые на памятниках архитектуры, не дай бог, извините, я так сформулирую, выдержать, они относятся только к одному году. За год многое можно сделать на этом объекте. Но восстановить, отреставрировать фасады, в том числе, я думаю, навряд ли удастся. Поэтому ответить на ваш вопрос правильнее будет так. Срок начиная от одного года. Ну то есть на самом деле выйдут года. Ну года не года. Думаю, что за два года можно все это сделать. Так я думаю. Ну все зависит опять-таки от того, кто будет заниматься этим. От финансирования зависит. От очень многих факторов зависит. Что касается финансирования, очень такой щепетильный вопрос, который многих интересует. Во что обойдется реставрация дома? Вот в соответствии с прошедшей экспертизой научно-проектной документации, в составе которой была смета, большая такая толстенная смета, из 130 миллионов, которые были рассчитаны нами, осталось около 120. Где-то 119 с хвостиком, я не забываю эту цифру, будем говорить 120. Это то, что предусмотрено на два направления работ. На противоаварийные работы, восстановление несущей системы и реставрацию фасадов. И все. Никаких работ, связанных с внутренним обустройством, с планировочными работами, с восстановлением декора внутренней, конечно же, здесь не предусмотрено. Это второй этап. То есть, по сути, это стартовые деньги для того, чтобы сохранить здание. Сохранить здание и убрать вот этот вот очень неприятный для всех нас вид этого здания, удручающе неприятный. Это все достаточно, ну, просто и все-таки говорить не хотелось бы, но понятно, как это делать. В рамках проекта детально разобрались. Я хочу только сказать еще одну вещь. Мы занимаемся этим объектом с 2002 года. То есть, 15-летний опыт наблюдения и не просто активного участия в судьбе этого здания. В частности, нами разрабатывалось не один раз несколько проектов консервации, которые были реализованы. Но все время были проблемы, связанные с тем, что здание законсервировано, нужно же охранять это все дело. Вот сегодня уже выставлена охрана, сегодня уже никого вовнутрь не пускают. Лица безопределенного места жительства, которые там находились и поджигали, ну, так нам кажется, я вообще не знаю, кто это делал, но думаю, что это вот как раз люди вот такие вот поджигали. Они сейчас уже не допускаются в здание. И поэтому я уверен в том, что вот если в таком режиме вести, контролировать, то есть вести работы по установлению и реставрации и охранять их, то все будет в порядке. Ну, собственно говоря, я буквально недавно видел информацию о том, что на сайте Прозоро уже появилась информация, что объявлен конкурс на фирму, которая будет реставрировать дом Русова. Значит, по вашему мнению, сколько после проведения тендера, сколько понадобится времени для того, чтобы приступить к работам непосредственно уже? Ну, там есть на самом-то деле вопрос, наверное, не совсем ко мне, но просто так, по опыту, скажем, вот после завершения процедуры вот этой, да, тендерной, проходит некое время, там в течение, по-моему, нескольких недель, я могу ошибаться. Нет, я с точки зрения, сколько понадобится строителям, реставраторам времени, чтобы вот собрать всю необходимую, скажем, все необходимое оборудование и приступить к работам. Вот то, что там будет сказано после подписания договора, там месяц-два, это понятно? Да, это март месяц, наверное, где-то. Я думаю, что это достаточно быстро можно сделать в течение нескольких недель, собственно, уже разбираясь с документами, с научно-проектной документацией, строители, те даже, которые, может быть, и не уверены в своих силах, но, разбираясь и готовясь к тендеру, они уже должны быть готовы к тем первым действиям, к шагам первым, которые, кстати, в проекте прописаны. И они должны уже понимать, сколько им нужно и техники, и людей, и времени, вот, скажем, на получение разрешений. Ну, то есть, это достаточно понятная задача. Думаю, что в марте месяце, вот с учетом тендера... По сути, работы могут быть начаты. И, конечно же, конечно, могут быть начаты. Что касается... Вы сказали, что сегодня главная задача, это все-таки сделать фасад здания, сделать... Укрепить его, да? Главная задача – укрепить, а фасад во вторую очередь, да. Да, то есть, собственно, получится, что мы укрепим коробку, да, вот, внешнюю. Внутри... Нет, все несущие конструкции, внутренние стены, в том числе, фундаменты все под внутренними стенами, под наружными стенами, все это будет усилено, конечно же. Перекрытия отсутствующие, они будут восстановлены, включая чердачные. Покрытие... Но это все в первом этапе. Это все в первом этапе. Покрытие несущей системы будет восстановлено. Шатер утраченный, купол один и второй, они будут тоже восстановлены в рамках первого, вернее, второго этапа. Но они будут где-то пересекаться, и первый, и второй этап, потому что, начиная с определенного момента выполненных уже работ по усилению, по укреплению конструкции, можно будет уже начинать реставрационные работы по фасаду. Ну, отливки начинать, скульптурных композиций, элементов, декора. У нас есть чертежи, которые выполнены как раз для этих элементов в масштабе один к одному. То есть это огромные листы, где вот эти элементы утрачены просто вот... Это из архивов доставалось где-то? Нет, не из архивов. Мы эти чертежи выполняли самостоятельно на базе фотограмметрических исследований и вот этого 3D-сканирования, о котором я уже говорил. С учетом этого 3D-сканирования, насколько я понимаю, мы получим здание в первоначальном виде, которое в последующем сможет эксплуатироваться не один год. Конечно же. И которое, собственно говоря, со временем сможет не только украшать наш город, но и приносить какую-то прибыль. Ну, конечно же. По сути, вот разговоры о том, что там должна быть гостиница, либо торговый центр, на сегодняшний день до сих пор не утихают. Были также предложения о том, чтобы сделать бизнес-центр как таковой, то есть и такого рода КП уже там отдельно от города. Но вопрос во всем этом может быть, наверное, тоже не к вам. То есть, если получается, что город вкладывает свои деньги, получит ли он отдачу? Ну, несомненно, получит отдачу. Давайте, наверное, если мы говорим об отдаче, скажем, о главной отдаче. Главная отдача – это восстановлено будет много лет невосстанавливаемая визитная, одна из трех визитных карточек города. Но я использую этот шаблон, но на самом деле так. Оперный театр Потемкинская лестница и дом Русова – три известнейших объекта. Это, конечно же, большой плюс будет. И, конечно, сам факт восстановления о многом будет говорить. А вот уже дальнейший экономический эффект, уже вот конкретный экономический эффект, конечно же, будет зависеть от того, а какую же функцию придадут этому зданию внутри. Там ведь нужно будет сделать и планировочные решения. Если это гостиницы – это одни решения. Если это бизнес-центр – другие решения. Если это что-то еще, а третье, ну, выставочные залы – это мало ли что-то может быть. Третье решение – сети инженерные должны быть внутри сделаны. Возникают вопросы, мы забегаем далеко, конечно, вперед. Но, скажем, бизнес-центр или, скажем, гостиница, парковочные места, паркинги и все такое – это все решаемые вопросы. Но это все потом. Главное – восстановить. В восстановленном виде здание может ждать решения по своему функциональному назначению сколько угодно лет. Ну, я немножечко, может быть, утрирую, но на самом деле ждать в таком виде, как оно сейчас ждать, и ждать в восстановленном виде, конечно же, отличается в порядке. Да, спасибо вам большое за ответы на наши вопросы. Собственно говоря, хочется верить, что Дом Руссова все-таки будет радовать глаз и одесситов, и гостей нашего города в том первоначальном виде, который он был создан. Что касается нашего интерактива, то мы спрашивали у вас, уважаемые телезрители, приватизация госпредприятий «Удар по коррупции». Так вот, ответы – да, 33, нет, 67. Что ж, есть над чем подумать. Спасибо вам, что были с нами. Оставайтесь на Медиаинформе. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»